Приветствую вас, я вспомню, как отвечал на ваш вопрос, он был немножечко другой, там речь шла о том, что у вас недоверие к мужу, вот, и, соответственно, я вам на него отвечал, и вы дальше мой ответ сделали лучшим, вот, кроме того, у вас статус золотой, то есть вы уже потратили определенную сумму денег на консультации, ну, именно здесь, на сайте, да, вот, но, как-то вот, судя по тому, что вы задаете вопросы, как-то вот до сих пор не нашли себе какого-то вот такого психолога, да, с которым бы вы могли бы проработать, да, с которым вы могли бы проработать. И, конечно, вам тяжело и трудно в этой ситуации находиться, там что-то, ну, давайте мы с вами будем говорить сейчас не про мужа вашего, который, может быть, уйдет, может быть, не уйдет, да, давайте про него говорить пока не будем, вот, давайте все-таки, наверное, мы с вами лучше скажем о вас, насколько тяжело, насколько трудно, насколько изматывающе находиться в состоянии постоянного контроля, да, насколько это ужасно, насколько тяжело, и вы в нем находитесь постоянно, и, если честно, я вам здесь сочувствую. Значит, чтобы понять причину вашей проблемы, чтобы понять корни вашей проблемы, да, необходимо понимать, чего вы хотите достичь, чего вы хотите добиться, что вам нужно. Что вам необходимо, что для вас актуально и ценно. Вы говорите о контроле. Вы говорите о контроле, и это очень значимая и такая довольно харисоматийная тенденция, тенденция, которая обусловлена нереализованностью определенного вашего желания, которую вы пытаетесь реализовать, наверняка себя, ну, как бы укоряя, да, вот вы укоряете себя, значит, вы укоряете себя за то, что поступаете со своим мужем, ну, вот так, как вы поступаете, то есть контролируете его и так далее. Вообще, вот эта вот этическая сторона вопроса, она, на мой взгляд, ну, довольно важна, потому что, как бы, ну, она представляет собой некий такой фундамент, базис, который необходимо вам освежить в своей памяти для того, чтобы лучше все-таки понимать, что именно с вами происходит. Итак, вы пишите, я хочу избавиться от страха быть брошенным и гражданским мученным. Ну, в принципе, вот здесь, даже не разбирая, в принципе, ничего больше, да, не разбирая с вами ничего больше, уже можно сделать вывод о том, что вы находитесь в состоянии, которое можно кратко описать как состояние нестабильности. То есть вы чувствуете себя нестабильно, вы не чувствуете себя в безопасности из-за того, что муж у вас гражданский, то есть муж гражданский сам по себе, да, но вы с ним живете, и вы в нем нуждаетесь. То есть вам нужно, чтобы он был с вами, вам необходимо, чтобы он был с вами. Вы хотите, чтобы он был вашим мужем, вы хотите, чтобы он был нам спутником жизни, но при этом, при том, что вы хотите, чтобы он был вам спутником жизни, вы почему-то до сих пор находитесь в этих самых вот гражданских отношениях, в отношениях как бы, ну, как чужие люди, потому что, ну, понятно, да, что гражданский муж, он вам, по сути, это дело никто. То есть он, ну, он вам не родственник, он вам не муж, он вам ничего не должен и так далее. Ну, естественно, вы чувствуете себя в подвешенном состоянии, естественно, вы чувствуете себя не в безопасности. И вот ваш контроль, ваш контроль, которого вы пытаетесь добиться, достичь, вот через, ну, через флешку за мужчин, это и есть, ваш контроль, это и есть проявление этого самого желания, на самом деле. Знаете, в чем дело. То есть, то, что вы пытаетесь человека контролировать, то, что вы пытаетесь его как-то, значит, ну, за ним следить и так далее, это говорит о том, только лишь, что вы пытаетесь купировать чувство собственной небезопасности. И это как бы нормально, потому что вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. И здесь вопрос, ну, хорошо, если вы себя в безопасности не чувствуете, да, то, во-первых, как вы можете себя почувствовать в безопасности, это первое. Второе, почему мужчина должен давать вам эту самую безопасность, ну, то есть, почему он отвечает на нее, то есть, это же ваша ответственность, правильно? Это же ваша проблема, ваша задача обеспечить себя в безопасности, а вы почему-то используете для этого своего мужа. И вот это, пожалуй, не является правильным, потому что муж, как я уже говорил, не должен вам обеспечивать вашу же безопасность, потому что это ваша задача. Соответственно, вы требуете от мужа того, что нужно вам для удовлетворения своих потребностей. Можно говорить о том, что вы, такая жертва, по его роду, находитесь в треугольнике Карпмана, но треугольник Карпмана, мне кажется, видит у вас в основном в голове. То есть, сознание. Это психологический треугольник. Социально вы, естественно, тиран, социально вы преследователь. Преследователь, ну вот, а, значит, психологически, психологически, вы все-таки именно такая, знаете, жертва, которая, ну, в общем-то, нуждается в том, чтобы ее спасли. Ну, то есть, вы вынуждаетесь в том, чтобы вас спасли. Понимаете, вы вынуждаетесь в том, чтобы вам помогли. Вы вынуждаетесь в том, чтобы вас обезопасили. И, собственно, правда, вот в этом и заключается, что, как бы, вы, как бы, делаете своего мужа, вы делаете своего мужчину ответственным за то, что составляет вашу безопасность. А вам-то самой, что нужно для безопасности? Вы-то сами как можете эту безопасность удовлетворить уже сегодня, без мужа. Понимаете, в чем дело? Вот. Ну и, конечно, выход из треугольника Карпмана и его, как бы, понимание, да, его очертания, очертания треугольника Карпмана, вот. Оно, безусловно, нуждается в проработке. Поэтому вам, вам самой, сперва, нужно увидеть его, увидеть, что вы находитесь в определенном треугольнике, и вам на него видят, чтобы выйти из него. Вот. А ваши вот эти вот действия, ваше эго-состояние, в котором вы находитесь, они и мешают вам адекватно себя вести с мужем. Далее. Я пытаюсь его контролировать. Захожу в его почту, телефон, соцсети, смотрю мессенджеры, встанье от него. Вот здесь у меня к вам вопрос такой. Значит, смотрите. Заходя к нему в мессенджеры, заходя к нему в, там, ну, его, в общем, личную жизнь, да, мы не будем с вами говорить сейчас об этом более так подробно. Вы совершаете что? Вы нарушаете его личное пространство. Правильно? Вы нарушаете его личные границы. Вы своего мужа не уважаете. Вы его не уважаете. Соответственно, если вы своего мужа не уважаете, то можно говорить о том, что вы не уважаете и в том числе сами себя. То есть, у вас нет уважения к себе. Если у вас нет уважения к себе, значит, вы не относитесь уважительно к другим людям. Значит, у вас не реализована потребность в собственной значимости. А если у вас не реализована потребность в собственной значимости, то, соответственно, вы и, ну, как бы, вот, вы мало того, кто себя в безопасности не чувствуете. Но если так вы еще и значимость свою не ощущаете. То есть, естественно, что вы боитесь, боитесь того, да, что мужчина вас бросит. Потому что, ну, логично, логично предпочитать, то, если вы сомневаетесь в собственной значимости, то, естественно, вы будете бояться, что человек вас бросит. А чтобы быть значимой для себя самой, что нужно? Можно уважать других. Чтобы уважать других, нужны определенные границы, определенные правила. И определенные границы и правила, определяемые вредом вам, да, определяемые вредом вам, значит, составляются из правил, которые образуют безопасность вашу. И эту самую безопасность вы реализуете своими силами. Исключительно только своими силами. И, собственно говоря, именно это необходимое условие для того, чтобы вы могли быть, ну, адекватной спутницей жизни, адекватной женой. потому что сейчас вы приносите, находитесь в такой дерзкой позиции, когда вы требуете от своего мужа чего-то. Вы говорите, вот, я хочу, вот, ты мне должен это дать. и, соответственно, мужчина понимает, что он живет не со взрослым человеком, да, вот, а, значит, ну, с кем? С ребенком. Ну, тут нужно разбирать, опять же, что вы себе говорите. когда вы начинаете контролировать его, да, когда вы залезаете к нему в телефон, например, вот, жду я себе, говорю, жду я себе говорите, как вы сами к этому относитесь, вот, к тому, что происходит. Вот, и, и ориентироваться нужно на свои желания. здесь. То есть, именно, вот, на безопасность. Если вы не чувствуете себя безопасно, значит, нельзя говорить о каких-либо отношениях в арте. Вот. Но вы в них вступили, соответственно, вы это сделали для чего-то, вы преследовали какую-то цель свою, наверное, наверное, вот, ну, и, очевидно, ваша самооценка, как правильно сказал мой коллега, ваша самооценка, она страдает именно из-за того, что вы соглашаетесь на гражданский брак со своим мужем, вот, то есть, как бы, ну, позволяя ему общаться с собой, взаимодействовать с собой, а именно, вот, на таких вот свободных отношениях, на свободных ночах. Цель может с вами спать, он может, значит, ну, там, от вас что-то получать, да, вот, но при этом борду совершенно вам ничего не должен, и, естественно, вы чувствуете себя вне безопасности, естественно, вы чувствуете себя незащищенным. Дальше. вот вы пишете, что он догадывался, что я беру его телефон, когда он спит. Ну, мы это просто пока оставим. Опять же, как вы это ему объясняете, как вы себе это объясняете, ругаете ли вы себя за это и так далее. Так, смотрю, когда он был онлайн, это стало ежедневным ритуалом. Я захожу в мессенджеры каждые 70 минут, смотрю, когда он был онлайн, и вопрошаю, как он переписывается с девушками и договаривается о встрече. Посмотрите. Ага, есть такое мнение, что вы можете этого хотеть сами того, чтобы он вам изменил. То есть, есть мнение, что это у вас такая фантазия. Конечно, вы можете сказать, нет, я не хочу, я не хочу, чтобы он меня изменял, нет, нет, как можно вообще так говорить, как можно так думать, как я могу этого хотеть. Вот. А я вас понимаю, я с вами не спорю, вот, я просто высказывал такое предположение, что вот, собственно, может быть такая ситуация, что вам этого хочется. Опять же, из-за неуверенности в себе. Вот. Далее. Почему вы думаете, что мужчина вам изменял? откуда такие мысли? Либо это было из детства, либо первый муж, ребенок, от которого у вас есть, вам изменял, ну, вот, настолько сильно, да, как бы, настолько сильно вас это зацепило, настолько сильно вас заделает, что вы закрепили этот комплекс, это называется линейный комплекс, то есть, когда определенные события, в определенной последовательности, человеком воспринимаются в определенном контексте. Вот. Для вас это может быть актуально, ну, в большей степени актуально. Сначала нужно подумать, вообще, почему прислала такая мысль. Это первое. Второе. Что произойдет, если он все-таки уйдет, то получается, что у вас смысла жизни своего нет. Знаете, можно сколько угодно говорить о том, что вот, вот, вы там боитесь, да, там, ваш страх беспочвенный и так далее, и так далее, вот, уверен, что вы знаете это сам. Я уверен, вы сами знаете, что ваш страх, он беспочвенный. Что это, как бы, ну, что ваш муж, он если бы хотел изменить, да, он бы изменил вам. Но вы все равно это делаете, потому что для вас это смысл жизни. То есть вы как бы проверяете его мессенджера именно потому, что понимаете, что если он уйдет от вас, если он уйдет от вас, вы заходите с собой покончим. А почему вам хочется с собой покончить? Потому что у вас нет чего-то ради чего вам жить. Вы говорите, что вот у меня есть дочь, которая останавливает от того, чтобы я наложил на себя руки. Хорошо. Но а кроме дочери, что еще есть кроме дочери? Почему только дочь? Почему вы накладываете на свою дочь такую ответственность, что как бы она ваш спаситель. Понимаете, да, треугольник Карпмана? Значит, для вас как бы муж это жертва, вы это преследователь, а дочь это спаситель. Я вам говорил об этом вначале. И у вас та же самая схема происходит и в сознании. Так вот, если бы дочери не было, чем бы вы жили? Как у вас интересны взгляды, ценности, стремления, увлечения и так далее? Чем? именно для себя? Что у вас есть ценного? В чем ваше достоинство? В чем ваша уникальность? В чем ваша ценность? Что вы из себя представляете? Что вы сами для себя значите? Понимаете, на этот вопрос скорее всего нет ответа. потому что иначе бы вы не писали про дочь то, что вот писали. А из этого я делаю вывод, что для себя вам ничего не нужно. Для себя вы не привыкли. Заботиться о себе не привыкли. Лучные границы устанавливать не привыкли. и так далее. И здесь уже вполне логично смотрится то, что вы своего муча контролируете. без него вы не значите ничего. Без него вы не чувствуете себя живой. Поэтому вам хочется умереть. Не для чего жить вообще. Не зачем жить. такие вот дела. И понятно, что ваш персональный смысл жизни его нужно искать. Это и безопасность, но это как первичная такая ну первичная установка, первичный фундамент. Как безопасность. но это не главное. То есть это важно, но это не главное. Знаете, безопасность это один кирпичик только на самом деле. Вот. А в действительности того, чтобы приобрести свой смысл жизни, чтобы увидеть его во мнунин базис ценностный базис. Вспомнить вообще кто вы, что вы из себя представляете, какая вы, какой вы человек, что вам интересно, что вам важно, что ценно. Понимаете, вам нужно вспомнить, кто вы без мужа и без дочери своих. таких. Дальше. Так, воображаю, что он переписывается с девушками, хотя повода реального не дал. За год я воображаю в себе этих женщин в голове картинки измен. Ну вот, как бы, то, что вы это, опять же, либо это интимное желание, сексуальная фантазия, либо это проявление вашего дискомфорта от небезопасности. Он много работает, может прийти домой под утро, в основном приходит за полночь, но я знаю, что он на работе, я вижу геометки, он снимает гараж, я сам один готовлю всех, кто будет на продажу. Но, опять же, вы ему не верите. Вот тоже вопрос к вам. Вот, знаете, вопрос будет такой, немного грубый, да, немного такой напористый, но тем не менее. Какое право вы имеете не доверять своему мудру? То есть, вот какое право вы имеете, грубо говоря, ну, например, подвергаться сомнению в том, что он говорит вам? Какое право? какое право вы имеете подвергать сомнению его выбор? Вас. То есть, он же вас выбрал, он же выбрал вас, он же как бы с вами живет, а вы что делаете? Вы подвергаете сомнению его выбор? вы как бы думаете, что вы недостаточно хороши для него. Правильно? Вот тоже вам такой вопрос. Какое вы имеете право подвергать сомнению выбор своего мужчины? Просто подумайте об этом. вот вы за него как бы вы за него решили, что он вам ну там например изменит. Может изменить. Да? Но почему? Знаешь, что мне? Опять же, это из-за невозможности выстраивать границы личные. Из-за отсутствия собственной значимости. То есть человек не чувствуя себя в безопасности не может уважать другого. Потому что нельзя уважать другого не чувствовать себя в безопасности. Опять таки понимаете в чем дело. Так. Вчера он сказал, что разлюбил меня, что ему это надоело. И он уходит. Не очень понятно, что именно надоело. Не очень понятно. так. Из-за чего он сказал, разлюбил вас. То есть если вы говорите, что он только догадывался, что вы берете его телефон, бросил, не было доказательств, да, то не понятно. Он много раз договорил, но никогда не уходил. Вы ему не верите, да, вы не верите его словам. я каждый раз, как он собирается меня бросить, начинаю думать, как он меня покончит с собой. Интересно. Почему вы считаете, что бросит? Вот почему именно именно вот знаете, именно такая формулировка, что вас бросят? Почему? А почему просто не уйти? почему вы не считаете, что человек может уйти, ну, просто уйти от вас? Не потому, что вы плохая, плохая, да? Не потому, что он вас разлюбил, точнее, поэтому, да, но разлюбил здесь, разлюбил, это ведь не вас дело. Почему для вас это имеет такое значение? Понимаете? Вот это вас. Ведь если вы считаете, что он вас именно бросит, значит, это воспринимается как что? Как что-то негативное, правильно? Негативно. Он меня бросил. Но ведь люди расстаются и это нормально. Откуда у вас? Ага. Откуда у вас такое восприятие его поступка? Ну, возможного поступка, да? Подумайте об этом. Дальше. у меня есть дочери. Первый брак. Вы поступаете довольно эгоистично, думая о том, чтобы себя убить. Вы не думаете о дочери. Да, вы говорите, что она останавливает вас, но это все равно эгоистично, а то такие мысли появляются. Вы думаете только о себе, о такая детская традиция. Я понимаю, что контролирую его, потому что боюсь, что он уйдет. Ну, уйдет и что дальше? Что дальше? Ну, уйдет и что вы потеряете? А главное, имеете ли вы это сейчас? Знаете? Имеете ли вы это сейчас? Знаете, потребность в безопасности есть у каждого? Это нормальное, естественное желание. Естественно хотеть безопасности. Естественно. Но можно это делать эгоистично, со знаком минус, когда делается вы. Можно это делать позитивно, со знаком плюс, для того, чтобы безопасности, для того, чтобы безопасности достигать с знаком плюс, ну и на, скрывать правила. Эти правила упираются в наличие или отсутствие вреда вам. То есть, если вы ходите в безопасности, то свою жизнь нужно подчинить определенным правилам, которые вы, именно вы и только вы устанавливаете, опираясь на свои ценности, на наличие вреда в себе и на недопущение этого вреда, а также на границе, на личные, личные ваши границы. И после уважения границ уже других людей. я, не знаю, я не знаю, как вы общаетесь и ну, взаимодействуете со своей мамой, со своими родителями, но, скорее всего, родители тоже не особо уважали ваши личные границы. Скорее всего, я так думаю. Вот. Здесь вот такой момент есть. Далее, значит, вместо того, чтобы поддержать мотивацию и дарать его потребности, я выбираю более легкий путь, а пытаться схватить, схватиться за него мертвой хваткой и улезать контролем. Ну, правильно, вы понимаете, потому что у вас инстинкт работает, инстинкт на сохранение. Попытайтесь себя защитить. Вы не можете удовлетворить человека, пока вы не защищены сами. Пока вы себя не защитите, никакого поддерживания его мотивации и удовлетворения его потребностей не будет. Это невозможно. Понимаете, невозможно в принципе. в принципе. Далее, значит, конечно, это нелогично, но в отношениях редко бывает логика. Здесь вы себя как бы оправдываете. Вы как бы оправдываете себя. Оправдываете. Вы даете себя оправдать. Снимаете ответственность с себя. Снимаете ответственность с себя за то, что вы делаете. Это неправильно. Что же. Это неправильно. Помогите мне прийти на отвлеченную страху и как бы мысленно остаться будем отпустить его и оставить хват. Елена. Вы просто нас по сути дела человека разлюбить. Понимаете? То есть вы говорите помогите мне его разлюбить, чтобы я в нем больше не нуждался. Это неправильно. На встречу страху прийти домой. Можно. Это можно сделать. Можно понять почему вы так себя ведете. Можно с этим разобраться. Но если вы своего мужа любите именно любить то, что вы бросите это мягко говоря не проявление любви. Понимаете? Это проявление чего-то другого не любви. Поэтому подумайте пожалуйста. Если вы его не любите все-таки а вы его не любите любви. Потому что по крайней мере сейчас вы его не любите. Потому что вы хотите расстаться с ним. Понимаете? если вы хотите расстаться то это не любовь. Вы если бы любили его вы переживали по поводу того что он страдает из-за вас например. Что ему плохо из-за вас. Что вы его ревнуете просто так нагрузка на человека идет большая. У вас запрос немножко другой. И соответственно если у вас запрос именно такой то я вам задаю и другой вопрос тогда. Смотрите смотрите любили ли вы его когда нибудь. Любили ли вы его когда нибудь. Налее. Смотрите что вы можете сделать сейчас. Ну вот прямо сейчас что вы можете сделать. Вы можете перестать реагировать на него негативно. Там где хочется проявить позитив ой негатив там где хочется проявить что-то негативное проявите позитив. То есть ну покажите человеку что покажите человеку что вы как бы акцентированы на него. Погодите человеку что он вам дорог. И каждый раз когда вам захочется ему что-то предъявить да наоборот старайтесь улыбнуться и сказать милый там врагой я тебя люблю хочу быть с тобой там прости там меня за что-то или наоборот окружите его любовью. Понимаете да? То есть каждый раз когда вам хочется ревновать проявите любовь свою к нему приведите чувства по отношению к нему. Это то что вы можете сделать уже сейчас уже сегодня в эту минуту. Если вы действительно хотите сделать то что хотите. На вопрос к вам у меня будет другой. поговорите помогите мне прийти навстречу моему страху опасениям как бы мысленно расстаться с мужем отпустить его и ослабить хватку зачем зачем вам это что делать с этим вымерти дальше дальше что будете делать с этим ну вот ослабите хватку и зачем вам это чтобы было хорошо ему или чтобы было хорошо вам чтобы он был счастлив или вы согласитесь весьма весьма важный момент правильно ну надеюсь вы понимаете что это важно ну как минимум что там обо всем этом подумайте и я конечно не знаю вы сами можете ну вы сами решаете как вам действует что вам делать но для решения ваших проблем очевидно нужно что-то больше чем то что вы делаете сейчас что-то больше чем просто вопрос который вы задаете на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи